всем привет с вами канал все про android сегодня я хотел бы в своем видеоролике рассказать вам о приложении которое называется Reptilicus веб-сайт разработчика на котором вам придется пройти регистрацию и также здесь на этом веб-сайте вы можете скачать версии apk файлов которые вы должны установить на телефон жертвы также на этом же сайте вы можете скачать уже и приложение для вашего android устройства то есть один apk файл вы устанавливаете на телефон жертвы это вот версии которые предоставлены на сайте разработчиков и второй который называется client logger это клиент apk который устанавливается на ваш телефон если вы хотите отслеживать телефон жертвы не только с веб-сайта разработчика а также и со своего android устройства сразу хочу сказать что в пробной версии клиент логер не работает вам дается пробная версия на тестирование приложения но почему-то на моем android устройстве этот клиент логер не заработал очевидно сейчас попробуем еще раз разработчик закрыл доступ для android версии для того чтобы вы не злоупотребляли его так сказать доверием попробуем войти вот видите что запрещено в бесплатной версии пользоваться данной программкой на android смартфоне но скажу сразу что вы можете оформить подписочку подписка существует как годичная так и на несколько дней но об этом можно почитать на сайте разработчика я же вкратце расскажу о версиях apk файлов то есть существует несколько версий это версия для обычных android смартфонов это для смартфонов с root доступом и версия для android смартфонов на которых нету root но есть разлоченный recovery почитать о самой программы о методах ее установки можно будет на сайте разработчика программка устанавливается как обычное приложение то есть вы закидываете программу на телефон жертвы то есть на телефон за которым вы хотите наблюдать устанавливаете устанавливаете ее сейчас я вкратце расскажу о настроечках программы и после того как вы непосредственно после установки apk на выбранном android смартфоне зарегистрируетесь можете войти на сайт разработчика под логином и паролем которые вы ввели при установке ввели при установке апк файла на телефон за которым вы хотите следить ну это так бы сказать вступление я уже установил программу зарегистрировался при установке на сайте разработчика и сейчас вкратце я хочу вам показать возможности данной программы и некоторые уделить внимание некоторым настройкам у меня телефон имеет root доступ и уделить внимание некоторым настройкам именно apk файла для телефонов с root и так перейдем непосредственно к приложению которое вы будете устанавливать на телефон за которым вы будете следить итак о настройках самого приложения то есть клиента который вы устанавливаете на отслеживаемый телефон настроек немного допустим вы установили приложение соответственно вам будет при первом запуске предложено зарегистрироваться ввести пароль для приложения email на которой пройдет данная регистрация для подтверждения и вы можете непосредственно переходить к настройкам самого приложения настройки не сложные вам необходимо внимательно читать что предлагает данное приложение Reptilicus и установить галочки на тех функциях которые вы хотите чтобы были активны на вашем отслеживаемом устройстве и так устанавливаете галочки в подразделе передача данных что хотели бы вы контролировать вот прелесть этой программы что вы можете контролировать не только звонки и смс как во многих других подобного типа программах а и также приложение перехватывает если на вашем вернее на на жертве телефоне жертвы установлены приложения вот апс вконтакте вайбер одноклассники то данное приложение если вы поставите соответствующие галочки будет перехватывать и переписку из этих приложений я не буду уделять внимание всем функциям потому что разобраться придется вам лично но скажу что никаких сложностей настройка приложения не вызывает все очень легко и просто единственное что хочу уделить внимание это возможность скрыть приложение то есть установленный апк не будет виден на телефоне жертвы то есть на телефоне за которым вы будете наблюдать здесь также подкладочка поддержка и помощь ну здесь тоже разобраться несложно если при отправке смс команды получите сообщение что gsm не зарегистрирован просто необходимо пройти регистрацию gsm проверка сим-карты здесь тоже все понятно особое внимание хочу уделить данной подкладочке это пароль для запуска приложения через номера допустим если вы поставите галочку на подкладочке скрыть приложение то после этого отыскать уже приложение в подменю приложения устройства вы не сможете для этого необходимо будет зайти в звонилочку и набрать соответствующий номер сейчас я покажу как это все будет выглядеть вот сейчас у меня стоит приложение не скрыто то есть оно отображается на я вынес на рабочий стол а также оно отображается в подменю всех приложений если мы запустил клиента если мы поставим галочку скрыть приложение то приложение уже не будет видно поэтому вот особое внимание уделите вот этому вот паролю то есть этот пароль вы сможете набрать звонилки на телефоне и приложение соответственно отобразится сейчас я продемонстрирую вам вот видите из подменю приложений приложение скрыто осталось только приложение которое вы будете устанавливать на свой андроид смартфон и вызвать приложение уже непосредственно с телефона за которым вы следите будет практически невозможно но вы всегда это сможете сделать набрав в звонилочке пароль который вы задали для доступа и этим же нажать вызов и вы вызовите сможете вызвать приложение для корректировки его настроек и в общем для изменений или для соответственно для удаления приложения с телефона жертвы здесь вы можете также поставить галочку на допустим если на телефоны за которым вы следите нет безлимитного интернета то отправку мультимедийных файлов таких как запись разговоров фотографий запись окружающей среды то есть то что происходит вокруг телефона на котором установлено скрытое приложение можете поставить что будет отправляться только по Wi-Fi сейчас я и буду рассматривать непосредственно работу на сайте по Wi-Fi поэтому я поставил здесь галочку ну и подкладочка запись телефонных разговоров здесь вы можете тоже сделать небольшие настройки я никаких настроек не изменял просто выбрал записывать всех то есть записывать все звонки но вы соответственно можете то что вам понадобится выходной формат тоже не менял 3GP вполне меня устраивает и соответственно если вы не очень то разбираетесь советуете настроечки не менять также ну местоположение тут все понятно если вы не хотите допустим чтобы приложение из скрытых из скрытых запускалось с паролем то можете поставить галочку приложение будет запускаться без пароля то есть через звонилочку вызываете и не надо будет вводить дополнительный пароль также источники записи окружения здесь вы можете выбрать по умолчанию стоит микрофончик у меня но здесь тоже можете проэкспериментировать то есть этот подраздел для того чтобы перехватывать не только звонки а при помощи смс команды или команды сервера вы можете записывать то что происходит вокруг отслеживаемого телефона допустим телефон находится где-нибудь на столе то дав смс команду или же зайдя на веб-сайт разработчика оттуда дать команду и телефон будет записывать все что происходит вокруг этого телефона то есть все что происходит в помещении в котором находится это отслеживаемое устройство вот так вот коротко о настроечках еще раз повторюсь что все толково все очень подробно описано если возникнут какие-то проблемы вы всегда можете обратиться в службу поддержки или же найти описание проблемы на сайте разработчика вот сейчас приложение скрыто и переходя переходим на веб-сайт сразу же при первом входе вам будет предложено войти то есть вам необходимо ввести пароль и почтовый адрес вернее извините логин на который вы зарегистрировали приложение и после этого вы попадаете непосредственно на уже сайт разработчика вот мой смартфон уже добавлен хочу вас предупредить что возможно при сразу после регистрации там может секунд 20-30 вы не будете видеть свой андроид смартфон но это все я думаю что можно подождать поэтому если вы зашли еще раз повторюсь и не видите то подождите или обновите страничку сделайте повторный вход и устройство ваше будет добавлено я живу в Украине все прекрасно работает то есть вот мой смартфончик есть дополнительная подкладочка в опциях здесь вы можете подкорректировать свой профиль выбрать язык подкладочка open street maps можете выбрать карты на которых будет отображаться ваше устройство или google maps яндекс maps ну и соответственно любые другие типы карты которые доступны на данном этапе в интернете здесь в принципе рассказывает особое не не о чем все понятно и переходим непосредственно к демонстрации подкладочка пои здесь вы можете создать объект на карте и задать ему какое-либо название и адрес то есть не знаю зачем нужна эта функция но думаю что почитав описание вы сможете разобраться но я хочу уделить особое внимание под вкладочкам события то есть здесь выбираете свое устройство отправка по смс и выбираете что отправлять звонки смс и отправлять с каких номеров также отправка на email можете выбирать что непосредственно отправлять журналы звонков журналы смс сообщение вайбер выбрать формат и также установить интервал с которым на email будет отправляться вам отчеты о деятельности смартфона за которым вы наблюдаете под вкладочка команды здесь вы можете отправить удаленно с веб сайта разработчика команду на устройство допустим устройство за которым вы наблюдаете потерялось и вы можете подать здесь есть непосредственно команды которые вы можете отправить сейчас я продемонстрирую как это к примеру выглядит выбираем команду команд всевозможных очень много от управления до безопасности допустим телефон за которым вы следили украли и потерян вы можете отправить прямо с веб-сайта или же с мобильного приложения клиент логгер если вы сделали подписку на данный сервис то прямо с андроид со своего андроид смартфона я сейчас продемонстрирую как это все будет выглядеть допустим давайте включим тревогу и отправляем команду вот такая вот тревога включается на смартфоне которым вы управляете то есть функциональность не ограничивается только тем что вы сможете наблюдать за андроид устройством считывать звонки смс сообщения а также очень полезных много команд и функций для того чтобы отслеживать допустим утерянный или украденный андроид смартфон на котором соответственно как вы понимаете установлена данная программка ну способ отправки смс или http здесь конечно разобраться опять-таки повторюсь что будет несложно и перейдем непосредственно подкладочки медиа выбираете устройство допустим если у вас их несколько скажу сразу что можете установить на 2-3 смартфона клиента apk файл и уже контролировать несколько устройств вот подкладочка фото сейчас продемонстрируем как это работает сделаю фотографию со своего смартфона и сразу же мы вот сейчас я сделал фотографию и можно посмотреть во-первых да какие снимки сохранять и можно посмотреть реальности уже прямо на сайте какие снимки которые вы сделали так почему-то вот сейчас я немножко подождал сделал снимок с камеры буквально сколько 3 секунды но опять-таки здесь вы можете отсортировать количество снимков которые будут храниться и уже несколько непосредственно после того как вы нажмете загрузить можете посмотреть снимочек который был сделан при помощи фотоаппарата с устройства за которым вы наблюдаете и выгрузить его на google диск также можете удалить снимки если они вам не нужны и соответственно аудио это звонки здесь тоже самое можете выбрать команды или звонки здесь выбрать период количество звонков нажмем сейчас загрузить вот я делал тестовый звоночек и соответственно прослушать звонок сейчас я сделаю еще один звоночек вот видите что у меня был исходящий звонок вот сейчас я сделал тестовый звоночек для того чтобы продемонстрировать продемонстрировать и видите сразу что дополнительный звоночек то есть он буквально после окончания вызова 3-4 секунды и звоночек был уже отмечен что он поступил он записан прослушать этот звонок можно при помощи встроенной функции не знаю слышно вам или нет но запись идет формате 3gp я выбирал чтобы не занимать много места поэтому вот второй звоночек то есть время звонка на какой номер поступил звонок вот последний звоночек который я делал дополнительно чтобы прослушивать была возможность аудио вам будет если у вас не установлен quicktime player то вам необходимо будет дополнительно установить но уже непосредственно это вы увидите на сайте разработчика автоматически будет предложено установить quicktime player для прослушивания звоночков и при помощи его вы уже сможете контролировать звонки и прослушивать не забудьте перезагрузить браузер после установки ну вот так вот коротко то есть что мы имеем возможность просматривать фото прослушивать звонки далее подкладочка уже непосредственно контент здесь вот непосредственно вы сможете просматривать перехваченные сообщения из приложений вконтакте вот одноклассники из вайбера и также здесь есть подкладочка звонки вот все звоночки которые я совершал вы сможете загрузить сохранить выбрать формат и соответственно также вот я отправлял смс очку здесь вы можете проконтролировать уже непосредственно персонально количество звонков выбрать дату выбрать формат и сохранить данные звонки или сообщения из определенных приложений уже в текстовый файлик на свой персональный компьютер ну что еще думаю что в общем то я подробно довольно таки рассказал о данной программе скажу что еще раз работает все великолепно и подытожив данное видео все таки хочу сделать такой завершающий мой обзор вывод что программа очень проста в установке и использовании все заявленные разработчиком функции работают очень хорошо кстати работают возможность записывать звонки смс сообщения просматривать фотографии просматривать сообщения вконтакте вайбер ватс эпс одноклассники на телефоне за которым вы хотите следить ну вот наверное все и так уже занял много времени поэтому если вам будет интересно данное приложение да кстати вот подписки на данное приложение можете посмотреть в разделе счет здесь вам будут предложены варианты оплаты и стоимость подписки на данный сервис на этом буду заканчивать подписывайтесь на канал оставляйте комментарии надеюсь видео будет вам полезным до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...